Процесс в соотворчестве очень интересен, потому что это какая-то динамическая система, у нас двое, и у нас у каждой есть свои взгляды на музыку, на восприятие, у нас у каждой какие-то свои ассоциации с тем или иным произведением, и когда мы работали, например, над этим типом, каждая делилась тем, что для нее. Мы не сразу прочитали, о чем эти произведения, вообще-то мы первый раз поем, узнав, о чем это, поэтому очень часто процесс строится на каких-то очень субъективных ассоциациях, и, например, изначально «Полтунья» мне казалось, что это вообще про меня, вот это я, наберусь себе прочее делать, все время буду чем-то заниматься, и мне кажется, в этом и прелесть камерных ансамблей, когда двое вносит равный вклад в процесс создания музыки, и это более того интересно, потому что ты никогда не знаешь, что произойдет на сцене. Волнение, вообще, очень по-разному может казаться. У меня, например, вчера оказала левая рука, я не знаю почему, она просто решила, что сложных местах она играть не будет, но это окей, такое тоже бывает, и раньше я очень серьезно по всему этому относилась. Я сейчас понимаю, что это естественный процесс выступления на сцене, и да, волнение скучается, но благодаря этому на сцене очень часто происходят классные моменты по творчеству «Озарение», когда вместо нот начинает звучать музыка, и ради этого хочется выходить на сцену, хочется творить, и очень сложно, по правде говоря, сказать словами, как ощущается этот процесс, но в этот момент по-настоящему забываешь, что ты физически находишься на земле, это очень классно, и, например, я такое испытываю только когда играю с кем-то. А если мы в этом плане, она всегда с кем-то, потому что... На самом деле, да, конечно, для техмейстеров очень сложно приходится, потому что вся надежда только на них, для солистов, где ты забудешь текст, где-то что-то произошло, то, конечно, всегда концепт-мейстер тебя покупать, и очень многое зависит, на самом деле, от твоего концепт-мейстера. Вообще, мне бы хотелось еще добавить про камерно-вокальный жанр, с чем он особенный, да, чем он отличается. Тем, что в камерно-вокальном жанре на первое место выходит слово, то есть, и когда работаешь над камерно-вокальным произведением, в первую очередь обращаешь внимание на текст, то есть часть работы заключается в работе с текстом. Знаете, и что такое? А это, наверное, когда ты читаешь текст и выбираешь какие-то главные смысловые фразы, смысловые акценты. Но особенно, мне кажется, это очень актуально для Прокофьева, потому что у него стих такой декламационный, и поэтому здесь это очень важно, чтобы определять какие-то фразы, которые зависят не только, кстати, от самого текста, смыслового текста, да, от смысла текста, но и от самой музыки, потому что некоторые фразы диктуют свою музыку тоже в том числе. Вот, на это тоже стоит обращать внимание. Ну, мне кажется, когда стоит добавить, что в камерно-вокальной музыке роль фортепиана в том, что она углубляет слово, оно окрашивает его, и иногда оно идет в противоречие, в какой-то контраст. Бывает так, что слово говорит об одном, но мы чувствуем через оттенок гармонии и наполненность, что это совсем другое. И, мне кажется, цикл, который мы используем дальше, это цикл на 5 стихотворения Анны Ахматовой, во многом олицетворяет озвучка, как я сейчас сказала, потому что, несомненно, глубокие тексты Анны Ахматовой здесь поддерживаются фортепиано и самой мелодикой языка вокальной партии. И над этим циклом мы обе работаем уже давно. Силу, кажется, исполняет его 3 года, я вот 4. Первый раз мой опыт соприкосновения с этим опусом был, когда я еще совсем не принимала ничего в любви. Этот цикл, он полностью посвящен женской любви, пути становления, возможно, женщины. Это тоже, кстати, большой вопрос, о чем этот цикл. Мы с ССУ много разговаривали на эту тему, у каждой из нас свое представление, но классно, когда в процессе работы над каким-то произведением мы делимся своими ассоциациями. Ага, да, согласна. И вот этот вот про кодовский цикл ты сказала? Да, да? А вот этот цикл Анна Ахматовой написан на стихе Анна Ахмата в 16-м году. И нужно отметить, что это такое самое яркое, наверное, лирическое произведение, как он проходил именно раннего его периода, и которым можно сказать, что он очень сам гордился. Это вот написано в его дневниках. То есть он пишет, что он был на каком-то концерте, где исполнялись романсы, и после этого концерта у него появилось желание написать какие-то простые, интимные песенки. И он за 4 дня буквально написал этот цикл, который ему с каждым днем все больше и больше нравится. Он об этом пишет в своем дневнике. И он говорит о том, что, наверное, он определяет этот рамок цикл как некий срез, некий этап его творчества. Он сам называет это интимным юризмом. И самое главное, что он написал этот цикл за 4 дня. Да, за 4 дня он написал этот цикл. И знаете, еще что хочется сказать, когда мы про этот цикл заговорили? То есть нужно сказать, что этот период был период с самого начала становления популярности Анны Ахматовой. К этому времени у Анны Ахматовой уже вышли 2 сборника ее стихотворений. И как раз таки из этих сборников Прокофьев взял эти стихотворения. И Анна Ахматова сама, да, она, конечно, «Память о солнце и сероглазый король» были взяты, «Память о солнце», третья песня, «Сероглазый король последний». Вот эти два романса были взяты из самого первого ее сборника. И она сама этот сборник называла, знаете-ка, «Эти пустейшие бедные стихи пустейшей девушки». Понимаете, она так это почему-то недоценивала, не любила. А на самом деле вот эти два первых сборника принесли эту же грандиозную известность. Вот. И особенно ее раздражал тот факт, что «Сероглазый король» получил просто невероятную известность. Самое популярное стихотворение из всех этих сборников стал «Сероглазый король». И Прокофий, конечно, будучи человеком прагматичным, дальновидным, он поэтому Исполь взял это стихотворение, самое популярное стихотворение во время «Ахматого» в свой цикл. Он немножко выбивается от всех, но вот Прокофий решил взять какое-то популярное стихотворение во время «Ахматого» в свой цикл. Вот. И еще, знаете, Прокофий очень репетно относился к творчеству «Ахматого» и это не было одной столи. Однажды одна певица подошла к Прокофьеву и спрашивает, «А это правда, что вы положили на музыку стихи «Ахматого»?» Он говорит, «Как я могу положить на музыку стихи «Ахматого», когда ее поэзия сама музыка?» Я просто перенес стучание ее стихов на нотную бумагу. А всю музыку сочинила она сама. Если прочитаете ее стихотворение внимательно и вы ее услышите. Вот так он ответил этой девушке. Простение. Также. Продолжение следует...